обычно это за кадром остается история про того вернее про кота которого я разыграл записал на магнитофон на кассету как я его зову на кухню и поставил магнитофон на кухню а сам сижу в зале с котом на колени и тут когда пленка докрутилась из кухни послышалось мое звание кота он сразу вскочил побежал потом на середине пути между залом и кухни остановился посмотрел тогда меня а магнитофон еще зовет в общем опять туда побежал на кухне и вернулся очень даже печальный лег в сторонке в общем обиделся сильно 31 декабря идет отец с маленьким сынишкой подходит уже к дому видит такую картину 2 дед мороза дерутся отец понимает чё к чему а сын то не понимает и вся его сказочность готовы обрушиться тут же он спрашивает у отца папа что это отец не растерялся и успокоил сынишку это сынок новый год старый провожает служил в армии парнишка на урале и у него была такая конструкция обычно забор топлива урала снизу а тут топлива всасывалось сверху и когда в баке оставалось примерно половина двигатель глох он об этом знал и вот он едет свою воинскую часть по деревне смотрят солярки как раз осталось примерно половина подъезжает колодцу набирают ведро воды и заливает в бак все это разумеется видит местные сельчане ждет минут 15 пока вода опустится солярка поднимется заводит и едет дальше потом по деревне ходили слухи что наши разработали новый вид военной техники которая ездит на воде есть такие большие бассейны где держат дельфинов в научных целях и вот сотрудники решили поставить эксперимент за каждый выловленный мусор в этом бассейне они давали дельфинам по рыбешке один дельфин до такой степени хитрый смекнул это дело и припрятал за камнем бумажку потом понемножку отрывая кусочек от этой бумажки приносил их сотрудникам и получал таким образом рыбу однажды они думали что это мусор принесли сотрудникам чайку за это они получили много рыбы тот самый дельфин это дело тоже оставил у себя в памяти и старался приносить только чаек причем делал он это остроумным образом чаек он ловил на ту же самую рыбу которую получал за бусы помните масло рама это отличное средство тараканов оказывается было остатки масла вместе с коробкой ставили там где обычно обитали эти самые тараканы они туда приползали кушали это нечто химическое и благополучно умирали в этой же коробке ну а эту историю про снеговика я вынужден зачитать она длинная поэтому я просто не могу на память вам и рассказать ночь метель глухая окраина города на пустую заправку езжать такси усталый водитель открывает бензобак поворачивается чтобы взять пистолет и внезапно чувствовать что кто-то до него дотронулся он испуганно сдрагивает медленно оборачивается и видит что у него по за спиной стоит надувной снеговик и бьется его плечо головы елки-моталки слух произносит испугай откуда тебя принесло то снеговик молчит дурковато улыбаясь и пьяно раскачиваясь на ветру водитель берет его за шкирку идет на кассу вот заберите свою заправщицу говорит он кассирши какую еще заправщицу он то надувную указывает таксист на снеговика который болтается на ветру около машины это не наша ну не ваш так ладно тогда я поехал снеговик остается таксист уезжает следующая часть заправки снеговик действительно не имел никакого отношения полчаса назад его сдуло с козырька школы куда он был закреплен пьяным охранником целый день этот снеговик стоял помахивая варежкой школьником а ночью его ветром и сдуло вот так оно попало на заправку по воле ветра после заправки снеговик отправился на проезжую часть по которой ехал девушка она избила этого снеговика но она-то не знает что ты был снеговик дело было темное время суток машину выбросила в кювет и бедолага автоледи сама позвонила в гаи и сообщила что она сбила человека приехали гаишники долго искали тела пешехода но так и не нашли его так и уехали третья часть истории утром когда метель увлеклась и выглянуло на морозное солнышко на крыльцо дома выкатился крепко укутанный карапуз ребенка накануне до поздней ночи они с отцом катали снеговика снеговик получился большой почти с папу ростом они сделали ему красивый нос из настоящей морковки которую выпросили у мамы а на голову надели настоящее старое ведро и теперь малышу не терпелось посмотреть что с ним случилось за ночь увидев это он закричал мама мама наш снеговик нашел себе жену родители вышли во двор и застыли в умилении их большой суровый снеговик стоял рядом с маленькой снеговик которая скромно улыбалась и смотрела на родителей рассказал друг стоит на остановке жует бутерброд смотрит собака подбежала и жалобно так смотрит на него но он отломил кусочек дал собачок не стала есть друг сомневался своей покупки в общем выбросил у нас бутерброд мусорку подъехал автобус сел потом смотрит в окно собака подбежала к мусорке достала его в бутерброд и с удовольствием начала есть история про дедушку амаяка который был очень старый и которому досаждали его внуки который плохо знал русский язык поэтому вынуждена снова вот вы живете небольшой квартире с вами дети и внуки теперь уже и промыть вам шум не мешает моя хитро улыбнулся оглянулся по сторонам вытащил из уха ушную затычку покрутил повертел показал ее вот это маленький круглый штучка видишь я его утром уха одеваю и хорошо дети внуки нет а моя дай горшок нет тишина понимаешь и вот однажды это маленькая круглая штучка куда-то подевался потерялся и он отправился в аптеку покупать новые ушные затычки пришел в аптеку аптекарши за прилавком нету внушка закричал дед появилась молодая девушка а ну быстренько дай дедушка такой маленький круглый штучка который надеваешь и дети потом нет девушка опешила покраснела и уставилась на деда вао зачем на меня глаза тарасить давай быстрее только чтобы свет был оранжевый девушка хрюкнула и побежала другую комнату советоваться со своей старшей наставнице чуть-чуть клав там посмотри к нам за этим делом дед пришел и оранжевый прочь к деду вышла тетя клава и сказала ему дедушка вы бы постеснялись зачем такой вещь стеснется мне без этой штучки нельзя семья большой давай скорее дедушка пойдет домой заниматься любимым делаем чуде клава рухнула на стол девушка подбежала к своих старших сотрудниц посмотрел на деда и сука резина заявил вот посмотрите что вы наделали дед продолжал кто я я еще пока ничего не делал клава зачем пол разложился ты мне сначала эту штучку продавали а поток ложись и тут девушка чтобы отвлечь внимание дедушки от тети клавы спросил дедушка какой вам размер то нужен зря она это спросил внучка вынеси самый большой чтобы доставал до самый кончик уха девушка убежала другую комнату тетя клава очнулась и спросила гражданин вы не шутите какой шуткой я мужчин серьезный сказал дед тут вышла девушка и протянула деду то что он просил два и молодец давай прямо тут надену сказал дедушка нет нет закричала девушка суда могут зайти посторонние ничего у них свой болячка у меня свой болячка что-то хуба чуть клава снова потерял осознание перед самым уходом деда она очнулась и спросила у молодой девушки что этот маньяк ушел но тут дед услышал и говорит я не маньяк меня зовут а маньяк знаешь такое имя но тут молодой девушки снова вздумалась ляпнуть она спросил у дедушка а вам-то хватит я же всего одну вынесла конечно хватит внучкой я одним штучкой полгода пользовался пока не потерял я же только в одно ухо сую другое у меня не слышит какое ухо спросила девушка себе конечно засуну ухо и хорошо дети нет внуки нет а маяк горшок тоже нет тишина и тут до них дошло что дед просил ушные затычки они аккуратно забрали обратно у деда то что ему принесли вынесли ему полную коробку ушных затычек и дед ушел доволен история из студенческой жизни один студент едет в поезде на третьей полке еды взял самой мало ввиду того что финансовые проблемы булочки и сок а флоскарте едет семья разложила много много еды у себя на столе колбаса арбузы печеньки курица едят кушают у студента посасывает в желудке от этих запахов и от вида тут глава семьи обращается к студенту эй паренек кушать наверное хочешь иди покушай студент не верит своему счастью и начинает спускаться вниз но тут глава семьи снизу ему говорит только подожди мы тут со стола свою уберем потом покушаешь